Самый большой штат Австралии занимает целую треть континента. Золотая лихорадка прошлого переросла в мощную золотодобычу настоящего. Здесь каменные цунами растут прямо из саванны, а аборигены считают их священным местом. Здесь живут неведомые зверушки и соблюдаются законы. И здесь мы застряли на неизвестное время. Девочки, вы знаете, что в Австралию пускают только тех, кто прыгает как кенгуру? У тебя точно пустят. Давайте, выпрыгивайте. Я вот так. Так, а куда идем-то? Надо же сейчас тоже прыгать как кенгуру. Вот так прыгай. Ну вот так. А то в Австралию уже не пустят. Нет, так видно по-настоящему, как кенгуру. Короче, ребята, мы сделали три фильма. Три недели работы над каждым, не покладая рук за ноутбуком. И поехали их заливать в интернет, чтобы показать на канале. И, ребята, вообще, я не знаю, с вами наверняка такого не происходило никогда. Ноутбук чинили месяц, все данные погибли, поэтому сейчас будет совсем не тот фильм, который планировался. Давайте заглянем с вами в ту Австралию, которую мы поймали, заскочив в нее буквально за один день до закрытия границ. Итак, после Патагонии, через Магелланов пролив, Леди Мэри вышла в Южную Атлантику. 55 дней перехода, и из них целый месяц был шторм. В Южной Африке мы провели три месяца. Пару раз обошли мы с Доброй Надеждой вдоль берега, и третий раз мы уже обходили второй Великий Мыс по-взрослому. Неделю по шельфу и штормовым ветрам Южного Индийского океана против встречного течения. Вообще, 53 дня до Австралии постоянно что-то ломалось после того самого первого шторма. Месяц мы шли без двигателя, а капитан пытался регулярно его починить. Из Южной Африки мы уходили в один мир, а в Австралию приплыли совсем в другой. И заскочить мы сюда успели буквально за один день до закрытия границ. И этому способствовало, как ни странно, множество поломок, которые у нас были в Индийском океане. Сломанный двигатель, отборный штаг. И если бы мы простояли около острова Киргилен еще неделю, как планировали, то Австралия бы оказалась для нас тоже закрытая, и неизвестно, как бы все повернулось. Так что нет худа без добра. Мы заскочили в Австралию, не дав ей захлопнуть границы перед самым нашим носом. Но за время перехода океана мир стал другим. Его захватили резиновые перчатки и маски, тревожные новости и домашний арест. В Австралии очень строгий биологический контроль, поэтому многие продукты нельзя ввозить. И после контроля Леди Мэри стало легче на три мешка с бобовыми и всем тем, что может прорасти и нарушить биоравновесие на материке. Но даже потеря большой части провианта не помешала нам радоваться тому, что наконец-то земля, ребята! Всем привет! Мы в Австралии! Сейчас мы пришли в автобус прокатиться в бесплатный, я бы сказала, такой автобус. Называется Blue Cat. Хотя он сам оранжевого цвета. И посмотрите, какие тут сиденья! Они такие... Да! Вот мы едем по улицу Хульманкла, одного из самых старых городков Австралии. Друзите внимание на эти прекрасно пустые полки. Только что увидели объявление, написано, что из-за того, что много скупают, мы там сделали правило. В общем, можно теперь брать только по две пачки всего. Мы еще не видели полку с туалетной бумагой и салфетками. Ну, скорее всего, во всем мире такие полки. Для пятницы вечера все выглядит очень пустынным. Кафешка закрыта, но еще держится на вынос. Магазинчики закрыты полностью. Супермаркет пустый. Редкий-редкий человек пройдет где-нибудь с корзиной или сумкой, тщательно вымыв руки. И, в общем, попросив о социальной дистанции, как на этой табличке. У нас было ровно 12 дней, чтобы успеть съездить по разным местам интересным. И встретиться с русской диаспорой. К счастью, мы встретились в первые же дни. Ребята нам очень здорово помогли разрешить наши трудности с поломками и с провиантом, которого часть большую мы отдали в биосекьюрити. Ну и, в общем, вот едем в первый национальный парк, который нас уже зовет. Вместе с Ксенией и Юлей мы заскочили в последнюю вагон ускользающей свободы и увидели ближайшие к Перту чудеса природы. За день до введения ограничения на путешествие между районами внутри штата в Австралии мы решили съездить на Rock Wave. Это скалистая волна. В общем, скала в виде волны. Даже люди приезжают сюда с серфом, чтобы сделать фотосессию, как будто они на этой волне серфят. Вот пока мы серфим по дорожке в национальном парке, видимо, мухи одолели. И это пока единственные животные, которых мы здесь видели в изобилии. Будем смотреть, что дальше. Вот она волна, дорогие друзья. Идете, идете вы в пустыне, а тут на тебя на цунами. Она была священной горой аборигенов племени Балардонг из народа Нунгар. Балардонгам принадлежали земли по площади, равные почти двум Черногориям. Аборигены верили, что скалу-волну создал бог-творец, радужный змей. Он известен под разными именами. Не всегда это змей, но всегда он связан с водой. Что, в общем, не мудрено в засушливой Австралии. Считалось, что радуга обоими концами должна упираться в лунки с водой. Сколько аборигенов умерли от жажды, проверяя эту теорию, история умолчала. Скала-волна – это гранитный монолит, начавший формироваться более 2,5 миллиардов лет назад. Ветры и вода потихоньку вымывали мягкие породы, явив древним аборигенам вот такое чудо. Больше 100 метров в длину и высоту из пятиэтажный дом радужное цунами привлекает 140 тысяч туристов в год. В 1928 году на самом гребне Камелной волны белые поселенцы построили невысокую стену. Вдоль нее дождевая вода стекает в маленькое водохранилище в 150 метрах к западу. Нам повезло, что мы попали сюда именно в период ограничений, и вся мощь творения Создателя досталась нам одним. А среди вот этих круглых валунов передача «Орел и Решка» прятала свою бутылку сотни долларов. Бутылке, понятно, давно и след простыл, но это не главное. Кстати, ее нашел Радимир из нашей русской школы. А главное здесь – почувствовать это сакральное место, каким оно было, когда радужный змей и не подозревал о существовании белых людей, не мог предвидеть входных билетов, понятия не имел о серферах на доске, что будут позировать для Инстаграма. Юнген день рождения в день смеха выпал на первый день самых жестких ограничений в Западной Австралии. А ведь она еще в Африке задумала праздник с друзьями и играми. И нам пришлось выкручиваться и исправлять день рождения заранее. Но мы для верности сделали это два раза. Вот так мы заранее отмечаем уладен день рождения двумя или тремя даже лагерями разными. Потому что завтра нельзя будет собираться больше двух людей. Коронавирус наступает. В беседках собираться нельзя. Пока еще можно заниматься спортом. Это 1 апреля 2020 год. Детские площадки уже опечатаны. Все сидят так интересно по двое или по одному разными кучками. Мы сидим четверо, но нам можно, потому что у нас одна семья. Это во-первых. А во-вторых, у нас сегодня праздник какой? Загадывай желание. Поздравляем! Пусть все! Ура! Ура! У тебя 9. Если на голову встанешь, то 6. Доченька, поздравляю тебя с днем рождения. Вот тебе 9 роз. Спасибо. Пожалуйста. Я темною мечтала об 10 красных роз. День рождения! День рождения, я никому не верю. Поэтому не верю, что тебе. Вот они тоже кучкуются по двое, вот они двое кучкуются, а вот мы двое. Вот мои ноги. Сегодня прохладный день. Думали, Юнга обновит подарочный купальник. Но что-то пока купаться совсем неохота. А вот там за кустами море. Горячие австралийские зимние дети. Не думаю, что вода очень горячая. Горячие только дети. Нормальная вода. Крыш 18. А там вот смолковала. Расскажи, где ты ее взяла. Короче, я пошла на ресепшн, чтобы просто поздороваться. А мы как раз собирались выезжать на велопорогулку. И мне подарили вот такую вот мягенькую коала и письмо. Кто говорит из Америки, кто говорит из Европы. Мы не знаем точно, но садят на балконы или деревья вот таких вот кучевых медведей. Чтобы люди думали только о хорошем. Это вот домик для гномов. Тут почтовый ящик. Там вот труба приклеена. Все дерево в каких-то игрушках. Ну давай, приноси. Самокатная. О, какая у тебя вешалка. Клечики для твоей курточки. Это у вас приличный. Давай скорее на этот шпагатик. Ты же мечтала об этом. Здорово, что пирог кенгуру мы встретили прямо в центре города Перт. Их дом это островок Херрисон, который огорожен специальным противокенгуринным забором и стоит посреди реки Свон. Буквально после 1 апреля самые жесткие ограничения на 4 недели заключались в том, что нельзя было собираться больше двух человек, заниматься только спортом, опять же не больше двух, принимать у себя только одного гостя, ну и, разумеется, никуда не ходить без большой нужды. С днём рождения тебя! С днём рождения, Ладузька! С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! Давай, надо, пусть откусывает! С днём рождения! Субтитры сделал DimaTorzok Самая доступная западно-австралийская пустыня Pinnacles была по-настоящему пустынной, когда мы с подругой Ксюшей примчались туда за 200 километров к северу от Перта. Мы находимся в национальном парке Pinnacles, где путем эрозии почвы, естественного выветривания, образовались прекрасные каменные столбы. Это просто чума, это очень здорово. В условиях ограничения передвижения здесь совсем мало народу, и можно почувствовать себя наедине с природой. И что мы стараемся скорее сделать, пока еще можно. Пустыня и вот эти огромные камни вызывают в памяти какие-то бушменские племена, древние рассказы. И очень близко это все к истории и к древности веков. Пиннаклс Пиннаклс так называют элементы готического храма, на который и похожи вот эти природные зубья, торчащие прямо в небо из желтого песка. Пиннаклс Мы едем к кенгуру. Оказывается, я прочитала недавно, что их существует больше 60 видов. Самые малюсенькие, они больше похожи на крыс. Мелкие называются валаби, средние, по-моему, валару. В общем, и еще есть антилоповый кенгуру. Кенгуру едят траву и фрукты. На воле они живут до 12 лет. Меньше половины кенгурят доживают до взрослого возраста. Но все равно кенгуру постоянно становится больше. И сейчас их даже больше, чем людей в Австралии. Кенгуру изображен на австралийском гербе в компании с австраусом Эму. Говорят, что оба они не могут пятиться назад, только вперед, что как раз подходит для символа страны. Кенгуру очень хитрый. Убегая от динго или охотничьей собаки, кенгуру запрыгивает в воду. Дожидается, пока собака последует за ним. Берет врага передними лапами и топит его. О, двухметрового рыжего кенгуру рождается, ну вот такусенький, размером злобового зернышка кенгуренок. Мама кенгуру вылизывает у себя на животе дорожку, по которой кенгуренок сам уже поползет в сумку. А в сумке он сидит 34 недели. Мама кенгуру Сейчас идем как раз по месту, где проходила железная дорога, являющаяся культурно-историческим наследием Западной Австралии. Позапрошлом веке, в конце 19 века, здесь был установлен так называемый мировой рекорд, когда поезд развил небывалую скорость по тем временам, 300 км в час. Поезд с 24 вагонами ехал снизу вверх в сторону Перта. Но вдруг сломалась муфта, крепящая 22 вагона из 24, и 22 вагона со страшной скоростью помчались вниз по этому склону. Через 13 км они разогнались до скорости почти 200 км в час, что для конца 19 века было просто немыслимо. Но, конечно же, когда-то они должны были перестать ехать, и случилось это вот на этом повороте, когда все 22 вагона устремились с обрыва. К сожалению, тогда погибло 7 лошадей, и один человек, который смотрел за лошадьми, он отказался выпрыгнуть. И так вот здесь вот его душа где-то и витает вокруг этих экскалиптов. И вот мы находимся на этом историческом месте. И вся вот эта дорога, по которой сейчас гуляют туристы, с колясками, велосипедами и с тонущими детьми, она раньше была железной дорогой, то есть самой знаменитой. Наша маленькая экспедиция подходит сейчас к тому самому туннелю, откуда выехал злосчастный поезд в 1896 году. И не осознавали бедные 22 вагона, 7 лошадей и конюх, что до смерти им осталось всего каких-то считанных. Сейчас на месте рельсов бывшей восточной железной дороги остались только туристические тропы. Всего по парку можно накрутить несколько десятков километров, а железная дорога закрылась еще в 60-х годах прошлого века. Но зато потом были восстановлены несколько исторических мест, открытых для посещения туристами. Здесь даже можно переночевать на постоялом дворе начала прошлого века. Белоснежные дюны Ланселин находятся недалеко от Пиннаклс. И если верить современной науке, блуждающие дюны – это пляжный песок, который гонит ветром с океана вглубь материка. Скорость шагания этих дюн от нескольких метров до сотни метров в год. Конечно, переход дюны на новое место не обходится без потерь. И после переезда этот бархан теряет в объеме, оставляя белоснежный песочный след. Если на скалу волну привозят серферские доски только для фотографии, то сюда на дюны приезжают на них прокатиться по песочному склону. Ну а нам пришлось съезжать без доски, как уж вышло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это первый коала, который нам попался. Он только пока на рекламном проспекте. Посмотрим, выглянет ли он нам на самом деле. В австралийских парках удивительная штука – скамейка на солнечных батареях. То есть подходишь вот к проводам, включаешь USB-разъем обычный, чтобы зарядить гаджет. И включаешь зарядку, сидишь, заряжаешь, наслаждаешься. Вот абсолютно бесплатно. И, собственно, вот зеленая энергия действует. Умная скамейка. Начинаем рубрику «Рай ботаника». Вот они, те самые эвкалипты из 820 видов эвкалиптов. Австралийскими эндемиками являются не помню сколько, но несколько сотен точно. И вот именно об этих эвкалиптах впервые в жизни я читала у незабвенного Жуля Верна. Он говорил о прямых совершенно деревьях, уходящих высоко в космос и абсолютно лишенных коры. Вот, например, эвкалипты в Колумбии, на Канарских островах, они все равно имеют какие-то фрагменты коры на своих столах. А вот этот вид эвкалиптов, я потом узнаю, как он называется, эвкалиптус австраликус, подозреваю, совершенно лишены коры. И когда ты их обнимаешь, чувствуешь себя настоящим хуалой и хочется сразу поесть эвкалиптует листик. А вот этот австралийский эндемик в народе зовут «блэк бой». Он похож на болотную почку с очень острыми шипами, как будто дикобраза посадили на черный столб. Вот если вот эти вот все фрагменты высохшей травы убрать, то там будет такой довольно черный прямой столбик, в котором растет вот такая шевелюра. Здесь кормушки для коал. Люди ходят по мосткам вот таким вот, чтобы коалы спокойно бегали по окружающей среде и не парились. Коалы спят по 18 часов в сутки, остальное время они едят. И чтобы не стать добычей диких собак, динго или орло, коалы стараются есть ночью и питаются эвкалиптовыми листьями. И вот здесь в национальном парке для них стоят специальные такие красивые вазы с букетами. В букетах эвкалиптовые листья на ветках, чтобы коалы, объевшие все вокруг стволы, спускались к этой кормушке и ели листья прямо из букетов. По-моему, очень романтично. Ай, какие классные первые коалы в нашей жизни. Мы вас любим. Это июнь, друзья мои. В Астралию пришла зима и наступила почти свобода. И семьей наших друзей Юлии и Брайна мы отправились в парк Янчип. Там мы смотрели коал, а еще слушали истории о жизни аборигенов из уст аборигена метиса настоящего, который играл на диджериду почти так же хорошо, как этот коал и чешется. Беременность коалы продолжается всего 35 дней и коалята рождаются размером 5 сантиметров. Они сидят в маминой сумке до 5-6 месяцев, а вот в 8 месяцев, в общем, малыши практически полностью взрослые. Вот такая история. Субтитры делал DimaTorzok Кто-то наверняка знает, а кто-то сильно удивится, что Австралия это страна без президента. Официальным правителем ее является королева Великобритании, а здесь есть только губернатор, назначаемый свыше. Но вот зато, не имея президентов страны, Австралия имеет президентов парка. И вот сейчас первого президента этого парка в центре Перта мы видим своими глазами. Это лорд Джон Форест, тот самый, который создал первый национальный парк в окрестностях Перта, в котором мы с вами видели кенгуру, тоннель и заброшенную железную дорогу. Такие странные листья. Для Западной Австралии типично посреди большого города найти вот такой уголок практически дикой природы. Кажется, что всегда вот такая зеленая маленькая травочка растет днем и ночью, утром и вечером. Не знаю, когда они ухаживать успевают за такими газонами, но он всегда ровно подстрижен и всегда зелененький. Сейчас зимой это сделать очень легко, а вот летом на это тратятся тысячи-тысячи долларов. Представляете, в жару и сухость нужно ее постоянно поливать, чтобы потом мы с вами приходили и валялись здесь по сенью эвкалиптов с этими длинными тенями, прекрасной зимней, свежей, морозной погодкой по утрам и жаркой днем. А еще там пасутся утки, им тоже нравится лужайка. Осваиваем бумеранг настоящий австралийский. Его надо держать за определенный конец, чтобы бросить, чтобы он возвращался. И бросать его надо под углом 45 градусов, то есть не так, не так, а именно под таким углом. И желательно, вот ветер дует оттуда, то есть надо бросать прямо, тогда он по ветру возвращается, и можно его поймать опять в руки. Вот такая экскурсия в австралийские традиционные культуры. Сделаю страшающее лицо. Сделаю страшно. Сделаю страшно. Сделаю страшно. Сделаю страшно. Сделаю страшно. Продолжение следует...